Так, мне кажется, я уже начал трансляцию, я постоянно даже немного пугаюсь всей этой техники, типа там программа, которая включает трансляцию, YouTube его, там кабинет трансляции, все это работает для меня не очень понятно, поэтому я всегда не могу понять, включил я ее или нет. Потом напишите в чате, вообще видно меня или слышно, точнее видно меня и слышно, надеюсь. О, Никита Шишков, привет, привет Никита, ты первый. Привет, привет всем. Да, ребята, пишите, пишите в комментарии, что вы, что вы здесь хотя бы. Сейчас смотрят 14 человек. Блин, меня всегда поражает, вы приходите, чтобы меня послушать, мне это так приятно, просто кошмар. О, у меня дома живет кошка и она, кажется, хочет немного поговорить. Соя, Соя, давай, после лекции поговорим. Так, все ок, видно, слышно, видно, все видно, слышно. Ребят, здорово. Так, давайте мы сейчас будем собираться все вместе. Я думаю, что у нас есть несколько минут. Лекция достаточно большая, тем более нам нужно еще с всем познакомиться, поэтому сегодня будет лекция чуть дольше, чем какая-то рядовая лекция внутри курса. Тем более у нас еще и открытый урок, то есть нас смотрят люди еще вне курса. Вам тоже привет. Вас приветствует моя живность дома еще. Мне, кстати, всегда поражается, многие, наверное, видели ролики, когда люди устраивают вебинары какие-нибудь там, или там даже есть видео, как какой-то мужик давал интервью для каких-то теленовостей, а у него сзади там дети начинают ходить, и люди очень сильно, те, кто проводит вебинары, очень сильно пугаются и стесняются. Я тоже не лишен этого чувства, мне немного иногда неловко, если у меня дома начинаются какие-то звуки, но что поделать, это жизнь, я у себя дома. Поэтому, возможно, вам придется иногда слышать мою кошку. Итак, о, Мартини. Привет, Мартини. Мартини спрашивает, в чем суть вебинара? Давайте введу вас в контекст, если вы вообще не в курсе, что происходит, то у нас сегодня начинается 9-дневный челлендж, который называется «Взрыв креатива». Это такое супермаркетинговое название, у меня есть свое название для этого, я это называю «Эксперименты в дизайне». Собственно, этим мы и будем заниматься. На протяжении 9 дней мы будем слушать теорию о том, что такое дизайн вообще, что такое творчество в дизайне, где оно уместно, а где нет. Также мы будем очень-очень много работать. Это уже второй поток, и после первого потока я выслушал очень много комментариев в духе «Блин, это была очень-очень-очень-очень большая работа». И я очень рад, что именно, что я вас загружаю, что я вас заставляю напрячься, что кому-то из вас приходится работать ночами, зато вы делаете большой шаг, потому что кроме комментариев о количестве работы, я слышу еще кучу комментариев о том, что вы действительно преодолели какой-то, сделали маленький шажок в своем развитии. И для меня это очень приятно. Собственно, этим мы и будем заниматься. Если вы не участники курса, мы объявим, когда будет третий набор. Наверное, уже в следующем году, и вы сможете поучаствовать. Так, ребята, всем привет, всем, кто подключается. У вас уже 30. Кошмар, это очень много. Так, у нас есть несколько минут еще, потому что все собираются. Ребята смотрят из разных часовых поясов. Кто-то из Москвы, кто-то из Новосибирска, кто-то из Владивостока. Давайте дадим немного времени, чтобы кто-то нам дошел до дома, включил трансляцию и смог присоединиться к нам. Кстати, да, пишите, откуда вы. Пишите, из каких вы городов. Это очень интересно. Такой демографический срез. Для меня. И для школы ВДА. Так, я думаю, что у нас где-то 3 минуты есть. Начнем в 35. Никита Шашков. Уходи, но возвращайся. А мы будем тебя ждать. Даже в записи. Томск, Курск. Блин, очень круто. Иркутск. В Томске я был, в Курске и Иркутске никогда не был. Томск достаточно клювый город. Мне нравится. Очень уютно. Кстати, я там читал лекцию в Политехе. Достаточно давно. Я рассказывал про Айдентику. Самара, НСК, СПБ. О, СПБ, привет. И НСК тоже, привет. В НСК я прожил большую часть жизни. В СПБ живу сейчас. Круто, круто. Новосибирск. Приветики всем. О, Юля Журавлева. Юля, тебе особый привет. 16.33. Я уже, наверное, могу переключить со своего лица на заставку. Мне очень нравится эта заставка, потому что я люблю иронизировать на тему дизайнерских предрассудков. Хотя сам являюсь абсолютно не исключением, и мой мозг полон таких же предрассудков, но главное чекать. Главное понимать, где ты зациклился. И самый главный корень всех проблем дизайнеров в России, на мой взгляд, вот в этой фразе. Дизайн решает задачи. Решает, решает, да не решает. Луган, Космолест, Харьков, Краснодар. Ребята, всем привет. У нас осталась минута до старта. Я буду уже начинать потихонечку. Многие из вас могут заметить, что моя рабочая сторона оказалась подвергнута появлению прыща на носу. Что меня немного смущает, но что поделать. Даже с прыщом рабочая сторона лучше, чем нерабочая сторона лица. Знаете, я как человек, уже проведший не первый вебинар, знаю это наверняка. Вопрос. Будет ли где-то запись? Да, будет. Эта трансляция будет выложена в YouTube по этой же ссылке. То есть вы берете и проходите, и смотрите запись. Те, кто подключился, например, на середине, всегда могут отмотать. Тут такая функция есть в YouTube. Думаю, вы и без меня знаете. Ну что, 16.35. Давайте начинать. Сейчас я посмотрю, сколько у вас людей. 38 человек. Слушайте, 38 человек, которые решили встать на тропу творчества. Это просто прекрасно. Давайте все вместе и начнем. Такс. Ну что. Поехали. Поехали. Для каждого вот этого вот курса челленджа «Взрыв креатива» я решил делать какие-то уникальные заставки. И в этот раз я решил воспользоваться встроенными функциями в программу Keynote. И всем советую. Keynote, наверное, лучшая программа для создания презентации сейчас. Я отказался от иллюстратора, я отказался от индизайна. Я собираю теперь иллюстрации в Keynote. И в нем есть встроенные такие штуки. И мне кажется, это просто прекрасно. Всякие формы, картинки, шейпы. Это очень круто. По традиции любых таких мероприятий, особенно когда это открытое мероприятие, мне придется с вами познакомиться. Большинство из вас меня не знают. Зовут меня Егор Черкасов. Я дизайнер, я директор примерно с 8-10-летним стажем. Я сам не знаю точно. И я поработал в разных отраслях дизайна. Это чуть-чуть зацепил веб-дизайн. Я работал с журналами. Я делал журнал в Новосибирске как раз полностью. То есть модульные сетки, верстка статей и прочее. Я работал в IT-компании. Был таким мальчиком на подхвате. Самым-самым младшим джуниор-дизайнером. Я работал в двух дизайн-студиях прямо в штате. В том числе и дизайнером, и директором. Я работаю сейчас в IT-стартапе. Мы делаем сервис по созданию видео. То есть я сейчас занимаюсь еще и мошен-дизайном. Скорее как арт-директор. То есть я не сижу там в After Effects. Я работаю с командой. И чем бы я ни занимался, в основном это были коммерческие задачи. Так же как у вас. То есть это создание каких-то штук, которые нужны для того, чтобы что-то продать прямо здесь и сейчас. Обычно продать прямо в прямом смысле. То есть чтобы человек там нажал условно на кнопку купить или же сделал это как можно скорее. Но кроме этого, моей страстью, моим увлечением всегда был дизайн немного иного рода. Этот дизайн тоже продает. Обязательно так подстроен маркетинг. Мы дизайнеры, слуги маркетинга. И мы всегда что-то продаем. Но вопрос как, что и кому. Поэтому мне всегда нравилось продавать людям не столько товар здесь и сейчас, сколько какие-то вещи, связанные с культурой, с какими-то творческими бизнесами. Ну такими как кафе или рестораны. Мне всегда нравилось работать с какими-то модными ребятами. И вот те вот картинки, которые я сейчас мотаю, это мои работы, которые я считаю, ну такая, ядро того, что мне нравится, да, то, что мне нравится делать. То есть это может быть работа с театрами, например, или с какими-то уличными перформансами. Это может быть работа с модными брендами. И мне это действительно доставляет удовольствие. То есть я считаю, что я пришел в профессию, чтобы заниматься именно этим. И насколько я понимаю, люди, которые приходят, то есть вы, люди, которые приходят на курс, на челлендж, разделяют со мной эту же страсть. То есть вы пришли сюда, потому что вам не хватает в жизни творческих задач. Вам не хватает того, чтобы к вам пришел клиент и сказал, я хочу, чтобы ты мне сделал что-нибудь эдакое. Чтобы это было модно, классно и прям как ты хочешь. Мне этого тоже обычно не хватает, но я проделал достаточно большую работу, чтобы получать эти заказы. И сделал достаточно большую работу для того, чтобы научиться их делать. Потому что это оказывается не так-то просто. И вот сейчас, да, я вот рассказал вам о себе. Хочу немного вам рассказать о вас, насколько я это знаю. Вы можете меня поправить, конечно, но вероятнее всего это вот портрет моего зрителя, то бишь вас. Вы зависимы от клиента и коллег. То есть вы не вольны делать все, что вы хотите. Вы делаете то, что вас просят. И ограничены тем, что говорят о вашей профессии коллеги, старшие коллеги. Например, Артемий Лебедев или какой-нибудь Артем Горобунов. Или еще какие-нибудь люди с увесистым голосом, с большой репутацией. Они вам говорят, что вы должны решать задачи. Они вам говорят, как выглядит правильный дизайн и как выглядит неправильный дизайн. Клиентов, в свою очередь, говорят, что мне нужно дешевле и быстрее получить от вас продукт. Мне не нужно творчество. Но вы должны понимать, что эту историю можно преодолеть. Сегодня мы, сегодня вообще на всем этом курсе, в течение 9 дней мы будем об этом разговаривать. Многие из вас говорят, что искусство – это не то, чем вы должны заниматься. Искусство – это ругательство. Вот дизайн – это хорошо. Дизайн – это нужная штука. А искусство – кому оно нужно вообще? Вот идите и делайте искусство. А я занимаюсь дизайном. И вы четко разграничиваете эти понятия. Вы четко знаете, где искусство, а где дизайн. И чаще всего дизайн там, где есть лендинг с кнопкой «Купить», который очень конверсионный. А искусство – это что-то не связанное с деньгами. Вас мучит комплекс постороннего. Постороннего в профессии. То есть вы пришли, вы смотрите там на какие-нибудь картинки в интернете на загмайстера. И такие, блин, вот дизайнер. Вы смотрите книгу Емеля Рудера. И такие, блин, вот профессия вот такая. В ней такие вот люди. А я как бы занимаюсь чем-то другим. То есть вот есть мир большого дизайна, да, есть где-то элита этой профессии, да. А я где-то вот с краю занимаюсь своими вещами, которые мне там диктуются клиенты. Еще один важный момент – это пропасть знаний. То есть перед вами огромная куча выборов, куда вы можете отправиться. UX, веб-дизайн такой, словно, имиджевый. Рекламные кампании, работа с 3D, там, различные штуки. Непонятно, куда идти. Где ваше? Где тот дизайн, которым вам нужно заниматься? Ну, обычно, конечно, люди выбирают что-то, ну, максимально понятно, хорошо оплачивают. Вот, но все же мерятся деньгами. Да и вопрос оплаты – это очень, скажем так, зыбкая такая штука, которая зависит именно от ваших талантов. И самое главное – у вас нет смелости. Смелости пробовать что-то новое. Вы хотите это делать, вы смотрите на картинки, вы очень часто смотрите Беханс и думаете, блин, я тоже так хочу. Но при этом признаете себе, что нет, я еще не готов, я отложу, вот я сейчас научусь, сейчас я поработаю, вот годик-другой-третий, а потом, ну, вот я обязательно вот так же вот и сделаю. Но правда заключается в том, что если вы не делаете это сейчас, то вы не научитесь делать это просто думая, что вы это умеете. Как только к вам придет человек и скажет, блин, Леша или Марина, а сделай, пожалуйста, мне для моего, для моей выставки афишу. И вы с четкой уверенностью, что вы это уже вот-вот-вот, наконец, пришел этот заказ, заказ мечты. Вы садитесь за фотошоп и понимаете, что вы ничего не можете сделать лучше, чем делаете обычно. У вас получается какой-то лендинг на формате А4. И все. И оказывается, что нужно было работать над собой, нужно было тренироваться, и так просто такие вы вещи не сделаете. Поэтому, поэтому, я надеюсь, что программа вот этого коротенького, очень короткого, очень поверхностного курса, но максимально эффективного, будет для вас полезной, и вы что-то унесете. Чем мы будем заниматься? Во-первых, мы с вами отдохнем от ваших рабочих задач. То есть, вот, все, чем вы занимаетесь, нужно отложить в сторону и полностью погрузиться в то, что я вам рассказываю, то, что я вам предлагаю делать, то, что вам пишут и советуют ваши коллеги по курсу. Вам нужно отойти от того, что вы решаете какую-то задачу. Главная ваша задача сейчас – это быть собой, расслабиться, получить удовольствие от происходящего. Несомненно, вам придется хорошенько поработать, но это того стоит. И вам нужно просто почувствовать, что вам хочется делать, и делать это. Также мы будем с вами пробовать разные приемы из дизайна. Мы будем смотреть на коллег по цеху, будем подглядывать на референсы и пробовать делать такие же вещи на своих работах. Мы будем калякать. Про это расскажу буквально через две минуты. Не зря я вас попросил взять для вебинара какие-нибудь ручки, бумажки, фломастеры, акварель, что у вас есть. Даже пластилин подойдет. Опыт показал, что это круто работает. Обсудим историю дизайна. Это сделано специально для того, чтобы вы чуточку погрузились и представили себя внутри контекста, внутри контекста мирового дизайна. Вы не сидите в стороне. Эмиль Рудер – это ваш коллега. Это не ваш, там, Мудда. Это не Иисус Христос. Это человек, который работает с вами в одной индустрии. Ну, работал, а он уже умер. Но, тем не менее, да, а в это же время где-нибудь в Англии сидят другие дизайнеры, на которых вы смотрели. Это тоже не люди из телевизора. Это люди, которые работают и делают все те же самые вещи, что и вы. И я хочу, чтобы вы это почувствовали. Поэтому нам, на мой взгляд, вообще историю дизайна в принципе полезно изучать, но в нашем контексте это будет полезно вдвойне, потому что вы, слушая меня, калякая что-то, вы потихонечку, я надеюсь, погрузитесь в тему, да, поймете, что вы такие же. И самое главное, что мы будем делать, это постер, это, как бы, итоговая работа всего нашего курса. Постер, который вы сделаете своими руками. И я надеюсь, что вы получите от него максимум. Я надеюсь, что, работая над ним, вы сделаете то, что вы не делали никогда. И это зависит только от вас. От вашего настроя, от вашей уверенности в себе, желания экспериментировать. И, да, просто быть смелым. Важно быть просто смелым. Что, пойдем дальше? Сейчас сделаем небольшую паузу, и я вам, как бы, дам небольшую установку. Во-первых, я забыл об этом сказать, я говорю на всех курсах. Ребята, обязательно пишите комменты, пишите комментарии, задавайте вопросы. Чем глубее вопросы, тем лучше, не стесняйтесь. Это вот не должно быть такого, что когда вы в аудитории все сидите, ну, ты ничего не понял, а руку поднять боятся. То есть, любой вопрос, даже, типа, там, а почему это выглядит так, а кто это, и так далее, будет поощряться, и я постараюсь вам на них отвечать. Между каждым, там, каким-то тематическим блоком, когда я немного подустану рассказывать основную информацию, я буду делать паузу и отвечать на ваши вопросы. Поэтому можете начинать прямо сейчас. И второе, собственно, про коллеги. Есть такая вещь, как, ну, условно, ваше подсознательное, да. Это когда вы думаете о чем-то, ну, там, ваш внутренний голос, да, это вот ваше сознание. А подсознательное – это та история, которая в себе хранит гораздо больше, чем вы себе можете представить. И наша задача сегодня – немного дать свободу этому подсознательному. Поэтому что мы делаем? Вы слушайте то, что я рассказываю, как-то там это обрабатываете, делайте это осознанно. Но при этом я хочу, чтобы вы взяли такую пачечку листов добротных, 10-15, и полностью ее изрисовали, пока вы слушаете. У нас с вами больше часа. За это время вы можете сделать очень много, и при этом, самое главное, не думайте о том, о чем вы вообще, что вы рисуете. Это могут быть просто… Вот нравится вам вводить маркером, круги наворачивать, делать какие-то петли и прочее, да, пожалуйста. Нравится вам рисовать тушью, делать какие-то пятнышки, вот какие-то точки, делайте, что хотите. Важно, чтобы вы делали много. Количество важнее, чем качество. Вообще всем по-бранному. Никто не увидит, что вы сделаете, кроме вас. Это такая наша первая тренировочка. Главное, чтобы вы почувствовали легкость в плечах, почувствовали, что вам комфортно, что вам тепло. Если вам не тепло, наденьте там носки, одежду потеплее, возьмите там чай или еще что-то, и просто что-то накручиваете на столе, там у себя рисуете какие-то штуки, что угодно. Можете вдохновляться тем, что я показываю. И это очень важная практика, которая нам очень нужна для дальнейшей работы. Именно умение не рефлексировать слишком много. В дальнейшем расскажу, почему это важно. Ну что, я вижу уже вопросы. Давайте я на них отвечу и пойдем. Как раз, как-то такая пауза небольшая. Можно ли работать дизайнером, если образование мультипликация? Дизайнером можно работать, если ваше образование математик. Куча примеров. Если ваше образование учитель. Очень много примеров. Миша Шишкин, учитель истории, например. Загубьте шишки дизайн. Можно заниматься дизайном, если у вас вообще нет образования. Можно заниматься дизайном, если у вас степень по биологии. В любой ситуации дизайном заниматься можно. Дизайн – это, в первую очередь, здравый смысл. Здравый смысл и умение выразить его хоть каким-то образом на макете. Дизайн – это не так сложно. Просто делать какие-то вещи в графическом редакторе – это вообще фигня. Главное, чтобы вы обладали вкусом. Главное, чтобы вы обладали чувством пропорций. Все это приходит с опытом. И главное, чтобы у вас было желание. Больше ничего не нужно. Какой у нас план на курс? Будет ли еще вебинары или разбор работы? Мы будем с вами созваниваться. Если не каждый день, то через день. Будет много разборов. Будут разные итерации, разные задания. Я буду очень много с вами на связи. Все, кто в чате, могут периодически задать вопросы. Не обещаю на все ответить в чате именно, но мы будем с вами постоянно на связи. У нас с вами две лекции. И дальше мы будем общаться в рамках разборов. Но, тем не менее, там тоже будет много теорий. Так, психолог, бухгалтер. Ну, ребят, у нас отличная компания. Психолог, бухгалтер, инженер. Все, давайте, поехали. Я хочу, чтобы вы понимали контекст дизайна и почему сегодня дизайн требует от вас настолько сильно. То есть, индустрия трясет у вас за грудки и говорит, вы должны решать задачи. Поэтому мы немного окунемся в историю сейчас и посмотрим, когда это началось и когда это переменилось. И для этого мы отправимся чуть больше, чем на полвека назад, в послевоенную Европу. И именно в Швейцарию. В 40-е и 50-е годы, 50-е даже в большей степени, в Швейцарии, по сути, придумали современный дизайн. Вот все, что вы видите сейчас вокруг вас, подавляющее большинство. Вообще вся философия дизайна, которую мы имеем, стоит вот на тех столпах, которые были забиты в 50-е, 60-е, 70-е годы. Послевоенная Европа. Ну, вот все, попробуй сейчас представить на секундочку, что такое послевоенная Европа. То есть, весь мир только что был охвачен войной. Эпоха авангарда закончилась. Все еще продолжается период модернизма. То есть, люди верят в то, что мир нужно делать лучше. Но человечество после войны уже сильно в этом разочаровывается. Ну, то есть, вот вспомните, да, авангардисты – это люди, в том числе и наш российский, там, Малевич, Кандинский и Ижи с ними. Это люди, которые делали новый мир. Они были вдохновлены технологиями, политическими изменениями. Они верили, что можно создать новый мир, который будет предназначен для людей, для рабочих, для того, чтобы в нем было как можно лучше жить. И тут случается огромный раскол, все разваливается, передел мира, и мир меняется. Мир уже не хочет вот таких вот ярких скачков. Мир хочет больше порядка. Это важно – порядок. А также мир хочет общаться. То есть, развиваются технологии телеграфа, телефона, появляются авиаперелеты, которые позволяют людям собираться из разных уголков мира. И в это время в Швейцарии подхватывают все эти идеи и создают так называемый интернациональный стиль. Или же, ну, многие из вас называют модернистский дизайн. Швейцарская школа. В это время создается все, чем мы пользуемся сейчас. Модульные сетки. Вот сейчас у вас на экране пример, да, то, как мы делаем сайты, то, как мы делаем рекламу, то, как мы делаем визитки даже. Это все строится по принципам, придуманным в Швейцарии, по модульным сеткам. В то же время появляется новая современная типографика, появляется неогротеск, гильветика, например, да, шрифт, который долгое время держал пальму первенства во всем мире. И какова причина, почему дизайн повернулся в эту сторону? Ведь буквально 20 лет назад он был совсем не таким, а потом, до сегодняшнего дня, он выглядит примерно так. Потому что мир меняется и разворачивается в сторону интернациональности. Потому что появляются олимпиады, появляются международные корпорации, появляется необходимость людям во всем мире говорить условно на одном графическом языке. Люфтханса, пример одного из самых первых фирменных стилей. Вы видите, да, это похоже на то, что от вас требуется в работе ежедневно. Четкость, модульность, предсказуемость, четкое понимание того, куда и как располагаются элементы, конструктивность, понятность. То есть тут вообще не до эмоций. Если вам нужно говорить о чем-то с японцами, русскими и немцами одновременно, то оно, скорее всего, будет выглядеть так. И современный дизайн выглядит примерно так. Я вам покажу примеры, вы убедитесь. Также в те же годы, отто, все время забываю, как читается фамилия, неважно, придумывается инфографика. Вроде бы, буквально 10 лет назад был пик. Люди как будто бы заново придумывали инфографику, потому что интернет стал позволять делать инфографику в интернете, и мультимедиа стали позволять делать это в большом количестве. Но нет, это было придумано в 60-е годы. В тот же период были придуманы иконки, в том виде, в котором есть, точнее, пиктограммы. Универсальный язык, который позволяет без слов сообщать людям, где находится туалет, как пройти на стадион, в какой стороне находится та-то секция в аэропорту и тому подобное. Самое главное, что в отличие от многих стилей, которые были до войны, например, какой-нибудь кубизм, да, там, или модерн, как вот эпоха, когда создавались дизайны, ну, вы помните, да, все мотивы, это все очень быстро умирало. Но модернизм вот с этой идеологией, с идеологией понятности, четкости, воспроизводимости, реиграбельности, универсальности продолжает жить и спустя и 20, 30, и 50 лет. То есть 60-е давно прошли, 80-е годы, Москва, Олимпийские игры, и мы видим абсолютно модернистскую айдентику московских игр, сделанную нашими же дизайнерами. И, например, пиктограммы, сделанные для Олимпийских игр в Москве, считаются одним из самых удачных. Вот посмотрите, что мы видим на этих пиктограммах. Мы видим, что они все сделаны по некому типажу, по некой схеме. И в основе лежит модульная сетка. Вы видите сейчас вот снизу, в нижнем ряду, давайте я включу свое лицо снова, чтобы вы меня видели. Вы видите, что в правом нижнем углу находится как раз демонстрация того, как устроена каждая пиктограмма. Она строится по четким принципам. Представьте себе, что у корпорации есть, допустим, у корпорации есть отделы в разных странах, и там есть свои дизайнеры, которые адаптируют дизайны под разные страны. Как им сохранить айдентику? Нужны четкие правила. И все это придумано в середине 20-го века. Вы понимаете, да? Мы живем в мире, придуманном тогда. Мы живем в мире, где творчеству особо места нет. Творчеству в том понимании, которое мы видим. То есть многие из нас рисовали в детстве, многие из нас делали какие-то там сумасшедшие штуки, возможно, когда-то. Но профессия от нас требует вот этого. Она от нас требует четкости. Смотрите, я вам только что показывал картинки, которым словно 70 лет, но сегодня, ну это вот, это iOS 11, не 12, но выглядит, например, на так же. Дизайн строится по тем же принципам. Что мы имеем? Модульные сетки, мы имеем неогротески, мы имеем пиктограммы, мы имеем четкую структуру. Ничего нового. 70 лет мы живем с тем, с этим вот четким дизайном, который особо и не меняется. Эта презентация сделана по тем же принципам. Я никуда от этого не уйду. Это многостраничное, по сути, издание. Пускай не издание, да, но презентация, это многостраничное. Которому нужны принципы, чтобы вы каждый раз не пугались изменению элементов, где они находятся, чтобы была какая-то структура на макете. Я использую простую модульную сетку. Более того, в этот раз я не буду включать видео, это достаточно долго будет, но вы видите, что интерфейс программ, в которых вы работаете, тоже не дает вам лишних шагов влево и право. У вас везде прямоугольники, у вас везде четкая структура. Шрифты уже расположены горизонтально, фрейм для надписи имеет форму параллелепипеда, макет, в котором вы это делаете, имеет форму параллелепипеда. Все очень-очень четко. То есть, делая условно базовыми инструментами дизайн в каком-нибудь иллюстраторе, у нас получаются вещи, ну, скажем так, достаточно геометричные, четкие. Я не говорю, что геометрия – это отсутствие творчества, но абсолютно точно инструменты, которыми мы работаем, определяют, насколько мы свободны. И иллюстратор, на самом деле, без должного опыта, дает вам очень четкие ограничения. И давайте вот сейчас я сделаю паузу, еще прочитаю ваши вопросы и продолжим дальше, потому что дальше нас ждет, собственно, то, каким дизайн бывает, по ту сторону монеты. Хотя вопросов у вас немного. Ребят, кстати, да, вы калякаете, мне нужно, чтобы вы калякали, потому что иначе все, что мы делаем, достаточно бессмысленно. Димка Красногоров пишет. Неправда, в российских типографиях плевать хотели на сетки ваши. К сожалению, я имею малый опыт взаимодействия и общения с работниками именно типографии, но я прекрасно представляю, что это такое. Это крайний случай дизайнера, который лишен возможности делать хоть что-то творческое в рабочее время. Потому что к вам приходит мужик и говорит, так, ну вы мне визитку сделайте такую же. Дизайнер ему говорит, ну мне бы ваш макет, потому что это сцена, которую видела моя жена. Мне бы макет, какой макет, типа вот тебе визитка, какое тут творчество. И на самом деле мы с вами далеко от этого не ушли. Наши клиенты чуть более вежливы, но в целом хотят примерно того же самого. Ребят, вы можете после работы что-то делать, за мои деньги вы мне сделаете линдоз и поехали. Мне нужна продажа. Это очень понятная история, но давайте посмотрим, как развивался дизайн и искусство в 20 веке. Все-таки где-то же было место творчества, все-таки почему-то мы же на что-то же мы смотрим, что заставляет нас хотеть делать какие-то вещи отличные от решения задач здесь и сейчас. Опять же возвращаемся назад, отматываемое время, опять послевоенное время. То есть вы сейчас помните, да, все, что я вам показывал, вот эти вот сетки, гельветику, вот тоже время, 60-е годы и 50-е в том числе. Это время, когда начинается бум на очень экспрессивную и даже в большей степени беспредметную живопись. Причина. Ну, очень, конечно, натянута, но примерно так оно и было. Представьте себе, что, ну, условно, вы вышли и, ну, там, на площадь разрушенного города и кричите «нет войне». Ну, ребят, ну, никто не хочет войны, все это и так понимают, да, и это, ну, эти слова, они как проходят мимо ушей людей, потому что, ну, блин, что ты нас будешь лечить, как бы понятно, что воевать плохо, но если козлы на нас идут, то нам нужно от них защищаться. И появляется запрос на то, чтобы построить коммуникацию, да, со зрителем. Такую коммуникацию, которая будет содержать в себе больше, чем просто слова. То есть, как сказать, что воевать – это очень плохо, да? Как сказать, что война – это ужасно? Ведь словами не все опишешь. И появляется живопись, которая отвечает этим запросам. Появляется искусство, которое может сказать без слов больше, чем могут сказать слова. И тут не обойтись стандартными инструментами, которыми пользовались художники классицизма или же пользовались художники эпохи Возрождения. Это не история про реализм, это история про эмоции. Как выразить боль от потерь братьев и друзей, с которыми ты вырос в одном дворе. Как передать то, что ты чувствуешь. И как заставить человека почувствовать то же самое. Вот это очень важно. И одна из очень ярких историй того, как дизайн параллельно, да, с развивающейся вот этой вот историей модернистской швейцарской школы, как дизайн начинает вести параллельную жизнь абсолютно не стремящуюся к порядку. А дизайн, который пытается говорить с людьми не словами, не пытается отказаться от смысла, который несет форму, да. Этот дизайн говорит, что форма – это тоже смысл. И только пока что еще неосознанно. Дальше мы к этому вернемся. Это вот интересная история Вильяма Сандберга. Это работы, по-моему, 13, если ничего не путаю, альбомов, которые называются «Эксперименты в типографике», которые сделаны в 43-45 году. Вы себе представляете историю, понимаете, что 43-45 год – это разгар войны. Вильям Сандберг – это голландец, который по стечению обстоятельств не пошел на фронт и попал, ну, жил в этой стране в момент оккупации. Граница закрыта, никуда не денешься, друзья погибли или возвращаются с фронта ранеными, кто без ноги, кто вообще без вести пропал. И этот человек, этот безысходности пытается инструментами дизайна и процессом создания дизайна уйти, условно, ну, в какую-то… Начать рефлексировать, да, чтобы забыть о том, что вокруг него сейчас происходит. И он начинает ходить по улицам, собирать со стен плакаты пропагандистские, что-нибудь, ну, я не знаю точно, что там было написано, но это были там в группе, типа «Голландцы сдавайтесь», или что-нибудь такое, листовки, которые падали с неба, рассылали самолетом, это же Вторая мировая война, это же время развития индустрии пропаганды. И, значит, он собирает все эти бумажки и на них начинает печатать литерами, которые вырезает буквально из дерева сам, что-то у него было в наборе типографском, краски он там добывал вообще не весь где. Вот. И вот он начинает экспериментировать, он начинает создавать новые формы и удивительным образом создает действительно вещи, которые предопределяют то, как дизайн будет развиваться в будущем, отчасти. Вот. То есть это новаторство, которое случилось в попытке просто уйти от обыденности. И мы понимаем, что не только делая дизайн, можно каким-то образом применить свои эмоции, но мы понимаем, что и глядя на дизайн, мы можем эти эмоции считывать. И это очень важный момент, потому что сегодня дизайн уже не может решить тех задач, которые перед ним ставились 50 лет назад. Недостаточно просто написать, что у нас самые низкие цены, потому что конкурентные преимущества, их все меньше и меньше. Большие бренды начинают конкурировать друг с другом, имея очень похожие продукты. Пример с iPhone X и челкой. Сейчас у всех телефонов челки. Как можно конкурировать за счет эмоций, за счет того, что вы придаете вес своему бренду? И, значит, конец 50-х, начало 60-х. Очень хороший пример второй, когда люди борются с ограничениями, так же, как и мы с вами, мы находимся в ограничениях, когда люди борются с ограничениями, причем на уровне политическом поставленные, очень жесткие ограничения. И у них это получается. Они находят выход к тому, чтобы создать действительно честную коммуникацию, коммуникацию, которая несет в себе какой-то смысл. Ведь, по большому счету, задача дизайна – это коммуникация, не всегда продать. Появляется такое явление, как польский плакат. Польша в середине 20-го века становится одной из стран, которые находятся в соцлагере. Это не часть Советского Союза, но это часть соцлагера. И на них действует, на Польшу начинает действовать часть тех ограничений, запретов и той цензуры, которая есть в Советском Союзе. А что было в Советском Союзе? В 30-е годы по всем типографиям собрали литеры, все металлические литеры переплавили и оставили только то, что одобрил условно местный союз дизайнеров, союз художников-оформителей. Я не помню точно, как называется. Там какая-то очень длинная аббревиатура. Но суть в том, что очень четко простроена пропаганда. Не просто там вам нельзя говорить о том, что наш главный правитель плохой, а очень тонко она велась на уровне тех инструментов, которыми может пользоваться дизайнер. И в этом плане это один из важных ударов по советскому дизайну, потому что появились такие закрытые условно институции, которые четко выставляли правила, что можно делать и что нельзя. Поэтому это лучший способ убить любое творчество. Естественно, уровень упал тут же. И похожие ограничения начали действовать в Польше, и дизайнеры в рамках этих ограничений начали искать пути обхода. И если нам нельзя пользоваться шрифтами, условно официально, ну такими, какими мы хотим, а можно только официальными, если нам нельзя говорить в открытых каких-то вещах, то мы будем пользоваться метафорами, мы будем пользоваться ручной графикой, мы будем рисовать надписи сами. И вот это очень яркий выход, очень яркий выход эмоциональной, действительно говорящей о чем-то коммуникации вот в обход ограничений. То есть вот, например, 62-й год, да, что мы видим? Этот плакат очень похож на то, что я вам показывал у швейцарцев. Тоже вроде бы похожий на неогротеск шрифт. Это какая-никакая структура, это четкие контрасты. Но что мы имеем? Мы, кроме этого, имеем необычную композицию, мы имеем надписи, заваленные на бок, мы имеем элементы, которые идут в разрез, то есть вроде бы Прага, Варшава, Берлин. Это очень четкие вертикали и горизонтали. И тут появляются элементы, которые разрушают эту композицию, точнее разрезают ее, дополняют. Появляются какие-то с неровными краями круги, в которых накладываются еще и цвета, появляются какие-то дополнительные элементы. То есть это уже такой, начинается история с разрывом шаблонов. И посмотрите на макет буквы, это не готовые литеры, это не отпечатки фабричных литер, это по сути аппликация. То есть буквы нарисованы и вырезаны. Они такие немного кривенькие. То есть вы видите, да, вот этот постер, это такое условно начало разрыва типов коммуникации, разрыва традиций условно. Та же самая Польша, да, что там мы видим? Во-первых, хочу, чтобы вы отметили, 68-й год, этот журнал выглядит абсолютно модно здесь и сейчас. И это очень крутая работа, ну, на мой взгляд. И она, ну, как бы, здесь вот есть вот все, что мы знаем о польском плакате. Это метафора, причем очень недвусмысленная мужчина и едет на лыжах по женскому бедру, по голени, точнее, и спускается вниз к основам ее юбки, да. Ну, тут как бы все очень просто. И все это называется «Ты и я», этот журнал, с очень крутой типографикой, с очень крутой версткой, в всяком случае, на обложке. И мы понимаем, что это уже совсем не тот модернизм, да, который параллельно развивается во всем другом мире. Не любая коммуникация должна быть, скажем так, бесформенной. Еще пример, да, Генрик Томашевский. Это вообще один из пионеров польского плаката. Очень важная личность для мирового дизайна. И что он делает? Он вообще практически отказывается от вот этой четкости, да, и полностью переходит на эмоции. Но он делает это очень тонко. Он, чтобы мы осознали, да, вообще всю силу этой работы, да, он делает ее на контрасте. Мы можем с вами сейчас провести какой-то небольшой, скажем так, формальный анализ этого макета, да, что мы имеем. Как мы анализируем референсы, да, давайте получимся, посмотрим. Во-первых, когда мы говорим о графическом дизайне, и в первую очередь о печатном дизайне, мы очень часто начинаем говорить, там, вот, значит, тут вот что-то красивое летит, тут вот такой шрифт. Но все начинается с каких-то базовых вещей. Это формат, композиция, динамика, статика, какие-то такие определения. И прежде чем оценивать работу, да, мы должны понять, в каких рамках она стоит, а это именно ее формат. Очень часто дизайнеры забывают вообще о том, что форма бумаги определяет работу вообще в корне. Сделав чуть-чуть шире эту же обложку, эта обложка книги, мы получим совершенно другой эффект. Сделав ее чуть тоньше, уже мы тоже получим другой эффект. Окей, у нас есть достаточно уверенная форма, точнее, уверенный формат. Он такой прям стоит, как вкопанный. Его нельзя назвать неизящным, нельзя назвать каким-то совсем уж дубовым. Это приближается к А4, достаточно скучная такая история, особенно сегодня. Мы имеем две сущности в этом макете. Мы имеем типографику, которая набрана наборными шрифтами. Это название, точнее, имя автора, Генрих Томашевский. Очень такая уверенная, стоящая практически на визуальном центре надпись сверху. И она задает нам форму внутреннего пространства. То есть у нас есть формат, а внутри него есть поля. Это тоже вторая важная часть. Мы за счет надписи задали поля. И чтобы вы видели макет лучше, давайте я вот так сделаю. Что он делает еще? Чтобы внутренний формат полей обозначить, мы видим, внизу находится надпись Graphic Artists. То есть это дополнение. Кто такой Генрих Томашевский? Худографический художник, графический артист, дизайнер. И эти две надписи делают очень жесткую, очень четкую, геометричную рамку, основу, буквально железобетонную для того, что находится внутри. Ну что находится внутри? А внутри находится абсолютный раздрай, абсолютно анархиографическая, которая на фоне вот этого всего очень прагматичного формата, заданных полей, надписей, она приобретает максимальную силу. И вот эта сила очень верным образом выражена. Во-первых, надпись тоже можно проанализировать. Она по-своему ритмична. Вы обратите внимание на Л и букву И в конце. Они, по сути, дублируют друг друга по технике. И мы имеем второй ритмичный, вторую ритмичную пару ВИ и буква О. Вы скажете, что они разные, да, но в этом и суть их похожести. То есть мы имеем похожую пару и непохожую пару. И это все крест. Это очень понятный, четкий прием. Вы можете им попользоваться в работе над плакатами, в работе над домашним зданием, которое я дам сегодня. Но самое главное, что это то, как выполнена эта надпись. Она такая же чувственная и непредсказуемая, как и любовь. Вы понимаете, да? Абсолютно понятная простая метафора. Любовь, она вот такая. Она может быть дикая, она может быть неидеальной, она может быть чувственной и никак не может быть загнана в какие-то рамки. Хотя это мы и видим, когда видим внутри обложки эту надпись. В общем, самое главное, что мы должны усвоить, да, что, во-первых, дизайнеры пользуются всем арсеналом доступных нам сегодня средств уже тогда. А во-вторых, они очень четко понимают свою задачу. Да, есть некий визуальный язык. И в польском плакате вот он идет через такую метафору. Здесь вот метафора крайне понятна. Любовь, она чувственна, она непредсказуема. Пойдемте дальше. Давайте я, может быть, снова сделаю паузу, потому что сейчас будет тоже очень важный блок, который нас окончательно подведет к тому, почему мы хотим делать творческий дизайн и почему он нужен сегодня. Да, ребят, я вижу, что вы калякаете. Калякаете. Вот серьезно, все, кто еще не начал, кто относится к этому несерьезно, я знаю, что особенно, когда вы встречаетесь с клиентом, да, и вы хотите от клиента получить какую-то творческую рабочую сессию, заставить его что-то поделать, попридумывать, это очень сложно, люди не понимают, зачем вам это нужно. Но я вам хочу, чтобы вы вообще отключили внутреннего критика и делали такую ерунду, которую вообще никогда не делали. Вообще по барабану что? Вы можете нарисовать собаку с 10 лапами, вы можете нарисовать просто пятно, вы можете разрисовать, не знаю, сетку, как хотите. Главное, делать это много и не переставая. Так, что же вы у нас спрашиваете? Так. Гельветика еще тогда придумали. Ну, да, о том и речь. Так. Калякать все равно что? Абсолютно все равно, что калякать. Вас на бутылку посадят за такой заголовок. Не очень понял, но звучит достаточно грозно. Так. Понятно. Да, ребят, значит, задавайте еще вопросы, если вам что-то непонятно, что-то вам... вообще любая, любая обратная связь, но в принципе положительная. Я вас вообще не вижу, вижу только себя, не крайне вижу то, что я вам показываю, но ваша реакция мне тоже очень важна. И тут, значит, продолжаем. И тут вот во время этой эпохи суперчеткого рационального дизайна происходит вообще очень большой поворот. То есть модернизм начинает разрушаться как таковой, то есть вера в то, что мы можем создавать новый мир, а новый, это значит уникальный, неповторимый, двигаться дальше, все меньше смотреть назад и все больше вперед. Человечество приходит к тому, сообщество художников, философов, деятелей искусства, что модернизм, он конечен, что невозможно придумывать новое дальше и дальше, что мы начинаем повторяться и что идея, которую развивали швейцарцы, идея о том, что, собственно, в чем суть шрифта гельветика, идея шрифта гельветика в том, что он предподразумевался как максимально безэмоциональный. Что бы ты ни написал, любое сообщение будет не приукрашено дополнительным смыслом. Опять же, это работает на интернациональность. Понятный везде для каждого, для образованного, для необразованного месседж. И идея того, что четкие сделанные в духе швейцарской школы макеты созданного для того, чтобы не нести в себе смысл, а смысл он в содержании. Тот текст, который мы напишем, вот это суть. А макет это всего лишь условно рамка, способ перенести эту суть. Вот эта идея начинает очень четко критиковаться. Выходит книга Маршала Маклухана, Маклахена, Маклахена, Маклухена, которая называется The Medium is the Message. Суть очень простая. Как бы вы не пытались выразить графически суть чего-то, вы в любом случае сама графика несет смысл. От этого никуда не уйти. Нет никакого уникального международного стиля, который был бы понятен всем всегда и никак не приукрашивался к дизайну. Есть дизайн, есть буквы, есть шрифты и любой выбор, какой бы шрифт ни выбрали, это тоже Message. Выбор ваших инструментов это сообщение. И с этой книгой есть очень дурацкая история. Есть два похожих слова Message, как типа сообщение и массаж, как массаж, собственно. И обложка этой книги вышла на предпечатанную подготовку с ошибкой. дизайнер, который это верстал, он допустил ошибку, во всяком случае так говорит легенда, и вместо того, чтобы написать, что Medium, а Medium это способ передачи информации, телевизор, плакат, что угодно, Medium это сообщение должно было быть написано, он писал Medium это массаж. И автор книги, Маршал Маклахман сказал, ребят, не проблема, и книга вышла с этой ошибкой намеренно. Возможно, это пиар какой-то ход, но тем не менее очень четко была выражена идея даже вот в этой ошибке. И начинается новая эпоха в дизайне, начинается эпоха в дизайне, который совершенно не пытается быть универсальным. Дизайн становится, идет по пятам за искусством, конечно же, и становится очень эмоциональным. К тому же у людей, у дизайнеров появляются новые инструменты. О них я сейчас расскажу. Ну вот, например, Жан-Мишель Басква. Что мы знаем о нем? Ну, самое главное, что нужно знать о Басква, это то, что ни одна попытка повторить его не будет, ну, нет ничего хуже, чем пытаться сделать как Басква. Это не придумал, это придумал не я, это придумал один из наших российских художников, я не помню имя, но, в общем, за ним первенство в этой фразе, но, в общем, суть в том, что искренние штуки должны быть, должны оставаться искренними. Искусство идет к тому, чтобы быть действительно способом самовыражения. И дизайн, дизайн принимает эту эстафету и становится очень уникальным, очень персонализированным. Не только с точки зрения, что я дизайнер, я так вижу, а с точки зрения, что вы можете выстраивать коммуникацию с очень узкой аудиторией, вы можете обращаться не ко всем, а конкретным субкультурам, конкретным группам людей, для которых эта форма имеет смысл. Это очень важно. Собственно, суть, почему дизайн до сих пор выглядит весь не так, в том, что он очень узконаправленный, направленный. Но узкая направленность это тоже очень важно. Персональное обращение конкретной целевой аудитории это важная часть маркетинга. И если вы делаете нишевый продукт, это неизбежно. Если вы открываете бар для гиков, его нельзя оформить просто гильветикой, условно, я сейчас говорю, на самом деле, конечно же, можно. Вы не можете его оформить так, чтобы было понятно всем, потому что вы размываете обращение на всю аудиторию. И ваша целевая аудитория не признает вас своих. И собственно в этом суть творческого дизайна. Творческий дизайн как умение делать, во-первых, подбирать себе нужного клиента, не клиент уже выбирает вас, а вы скорее подбираете себе клиента, выбираете из обращений. И работа на конкретную целевую аудиторию, которая вам понятна, с которой вы умеете спорить. Но это исключительно моя теория, со мной можно легко спорить. Что еще появляется? 85-й год это ну не прямо уже год революции, но совпадает с ней очень четко. Происходит следующее компьютер, то, что есть у вас у каждого за рабочим столом, то, перед чем вы сейчас скорее всего сидите, ну или перед телефоном, становится доступным. Есть интересная видеозапись, посмотрите, как Энди Орхол работает в фотошопе. Это была целая демонстрация, возможно, это чуть ли не реклама одного из компьютеров Apple. Как Энди Орхол в фотошопе делает какой-то коллаж, и это выглядит круто даже сейчас. с теми примитивными средствами, которые были в первом фотошопе, это выглядит фотостически круто, и тут мы должны понять, что как бы не в инструментах дело. И в это время появляется доступность делать графический дизайн без помощи каких-то сложных устройств, не нужно рисовать руками практически, в результате можно все делать на компьютере. Появляются цифровые сканеры, появляются домашние принтеры, появляются программы для верстки, появляется опять же тот же самый фотошоп, появляется возможность цифровывать изображения, переводить их, делать коллажи, кучу, кучу, кучу всего. И один из важных таких артефактов этой эпохи это журнал Эмигре. Только что он показывал номер 85-го года обложка, сейчас я посмотрю, 85-й год, это второй номер, да, тут же я вам показываю четвертый номер 86-го года. Этот журнал один из первых, который сделан на компьютере. И это абсолютный такой, можно назвать манифестом постмодернизма, то есть вы здесь видите все то, чего нет у швейцарцев. Здесь есть отказ от структуры, отказ от попытки быть максимально конструктивным, это отказ от того, чтобы нравиться всем, это отказ от какой-то стабильности, понятности, нет задачи, чтобы этот журнал прочитали быстро. Это очень важная идея, это очень важная идея, которую, про которую говорил Андрей Шлю, то есть такой российский дизайнер, он такой, может быть, если вы его видели, такой вот лыцый, очень взрослый мужик, на самом деле, один из самых важных, одна из самых важных персон российского дизайна, поработал в различных областях, опять же, он делал, работал с телеканалами государственными, работал с газетами, например, газеты-газеты, он работал с НТВ, и сейчас он работает с Эрмитажем, и где-то лет пять назад они выпустили вместе с Эрмитажем журнал, это такой толстенный талмуд, очень красивый, по сути, как книга, выпускается несколько раз в год, и концепция журнала была следующая, медленное чтение, то есть вот все же, с чем вы знакомы, впихнуть как можно быстрее человеку в голову информацию и довести его до нажатия на кнопку подписаться, до нажатия на кнопку лайк, до нажатия на кнопку купить, они берут и отказываются от этого, и говорят, есть обстоятельства, в которых нам не нужно, чтобы наш клиент, покупатель, аудитория, взяли и быстро прочитали, потому что месседж, который мы доносим, он не требует скорости, нам вообще не важно, дочитают журнал до конца или нет, мы делаем медленное чтение, которое с одной стороны оккультуривает человека, с другой стороны, естественно, оно продает Эрмитаж, да, для своей целевой аудитории, и это очень хороший пример, то есть тут есть и продажа, есть и как бы миссия такая культурная, и вот концепция медленного чтения очень хорошо ложится и на журналы Мегре, и на многие примеры современного графического дизайна, мы не должны стремиться к тому, чтобы быть абсолютно понятными всем и каждому, есть куча примеров того, когда дизайн должен быть абсолютно неконструктивным, он должен быть эмоциональным, он должен быть элементом разглядывания, то есть он должен быть объектом изучения сам дизайн, то, как сделано, ну и конечно же нельзя задизайнить условно плохой текст, да, и сделать из этого конфетку, конечно же это все должно работать с энергией, поэтому прошел час всего, я на самом деле очень хотел уложиться в какой-то не очень большой период времени с этой лекции, сегодня уже прошел только час, а я уже готов подходить к финалу против двух часов, которые были в прошлый раз. Очень сильно прошу вас сейчас подготовить вопросы любого рода, и после обозначения домашнего здания я вам на них отвечу, поэтому у вас сегодня сильно много гранина. Итак, вот вы сегодня калякали, надеюсь, что вы это делали, вы делали на бумаге какие-то картинки, зарисовки, надеюсь, что у вас там, не знаю, напишите мне, сколько листов вы исписали, это будет показателем продуктивности. Вы сегодня калякали, и следующее наше задание будет достаточно простым, с одной стороны, и я надеюсь, что вы будете рассматривать его как простое задание, но которое требует от вас энного количества вложения своих сил. Мне нужно, чтобы вы сделали 10 композиций, которые будут выглядеть как такой квадратик, в котором сделана некая графическая рвота по заданию. У вас сейчас откроется в личном кабинете домашнее задание, или оно уже открыто, и там прописаны все пункты, то есть, например, сделать совместить фотографию и буквы, литер, или, например, совместить надпись и сделать ее искажем. Мне хочется, чтобы для вас это не была проходной штукой, которую вы сделали, чтобы сделать. Это очень важная часть работы, потому что в этом квадратике, этот квадратик, это по сути мини-постер, это мини-пост в Инстаграме, это некая композиция, художественная какая-то штука, на которой вы можете отработать уже сейчас то, что вам нравится. Вот у нас есть чат с вами, и вчера мы с вами очень бодро обменивались примерами работ, все, кто не в курсе, то вы не в курсе. Значит, вот смотрите на те примеры, которые вам нравятся, обязательно найдите себе какого-то дизайнера, который вам интересен, дизайнера, на которого вам хочется быть похожим, это нормально, это даже очень хорошо, что у вас есть кумиры, и попробуйте в своих вот этих квадратиках сделать что-то отдаленно похожее, вдохновляйтесь, вы можете вдохновляться чем угодно, там, Pinterest, Behance и прочее, главное, чтобы ваши работы вас самого уже радовали, поэтому я жду от вас вот эти 10 зарисовок, буквально послезавтра уже вы получите на них обратную связь, а завтра мы будем с вами еще на одной лекции, и уже будем больше к практике обращаться и больше обращаться к именно творческим историям, поэтому я надеюсь, что сегодня вы немного погрузились, я надеюсь, что сегодня вы немного встроились в контекст, те, кто почувствовал, что это неинтересно вам, и те, кто считает, что это необязательная информация, я считаю, что вам нужно пересмотреть вообще свое стремление быть дизайнером, если же вы считаете, что это круто и интересно, то welcome на наш челлендж, и надеюсь, что вам все понравится, давайте я отвечу на вопросы, так, давайте по порядку, Егор, швейцарский дизайн вообще часто используете, или это только креатив, хардкор, ну, давайте с вами расставим, да, давайте я обозначу границы, да, швейцарского дизайна, что такое швейцарский дизайн сегодня, швейцарский дизайн сегодня, давайте я даже вот по-другому сделаю, я вам домотаю до слайда, где у нас скриншот iOS 11, швейцарский дизайн это скорее система ценностей сегодня уже, это не просто набор приемов, типа, сделаю в стиле швейцарского дизайна, швейцарский дизайн это база, на которой строится практически вся сегодняшняя коммуникация, любой сайт ввиду технологий, ну, и технологий тоже, да, и ввиду необходимости быть понятным очень большой аудитории, сделан по этим же законам, да, сетки, как только вы начинаете использовать сетки, да, как только вы начинаете использовать дизайн такой обезличенный, да, и делать акцент на контент, можно сказать, что вы уже внутри философии швейцарского дизайна, то есть содержание важнее того, как это оформлено, понятное дело, что вы выбираете модные шрифты, понятное дело, что вы рассматриваете какие-то разные варианты композиции, вы можете выбирать какие-то разные фотографии и прочее, но обычно суть строится на том, что веб-сайт это некий контейнер для контента, да, контент какой-то может быть, текст, если это текст, то нам важна суть текста, если это картинка, то нам нужно, чтобы внимание было приковано к ней и дизайн не отвлекал от картинки, поэтому мы все немного швейцарцы и мы все живем в этой парадигме и используем так или иначе эти приемы, даже неосознанно, то есть если вы хоть что-то знаете о графическом дизайне, смотрите какие-то уроки, ходите на челлендж VDI, не мой, а участвуете в мероприятиях, которые VDI проводит по веб-дизайну, то вы уже немного швейцарцы. И наш курс построен на то, чтобы ваши предрассудки, да, о том, что это и есть весь дизайн, немного потеснить, немного разрушить ваше разрушить идею того, что дизайн может быть только такой, а все остальное это неправильный и ненужный дизайн. Очень важно, чтобы вы, как я уже говорил, да, проявили смелость, потому что я знаю, что у всех есть такой комплекс, он есть и у меня, комплекс сделать неправильно, но дизайн это та территория, где неправильно иногда работает лучше, чем правильно. Когда вы хотите обратить внимание на что-то, да, то вы не можете показать еще одну работу, сделанную так же, как там тысяча предыдущих. То есть если вы условно выйдете на улицу с постером в руках, который сделан точно так же, как выглядит вся современная реклама, а все-таки образ там как-никак прослеживается, то вы вероятнее всего не донесете сообщения до потребителя. Просто вас никто не захочет считать, потому что вы будете одним из элементов визуального шума. Но как только вы сделаете что-то идущее в разрез, неправильно, дурацкое, глупое, смешное, то вы скорее всего обратитесь на себя внимание. Может быть кто-то над вами посмеется, но сам факт того, что на вас обратили внимание уже будет важный для вашей коммуникации. такс. Значит, вы не все хорошо рисуете, в смысле, что в том количестве, которое говорил Ольга о фоне на один. Ну, Оля, берете просто, у вас еще есть куча времени, вы можете взять еще покалякать в свое удовольствие. важное количество даже ваше состояние, когда вы делаете абсолютно дурацкие вещи. Вопрос, хороший вопрос, работы желательно делать от руки без использования диджитал инструментов. Нет. На выходе, естественно, я жду от вас JPEG. В кабинете достаточно четко описано техническое задание того, как это нужно сделать. Вы можете совмещать любые техники. Я лично за то, чтобы вы создавали фактуру, создавали контент для своих композиций 10 по максимуму при помощи каких-то ручных инструментов. Почему? Потому что инструменты диктуют нам то, как мы делаем дизайн. Если мы привыкли делать в иллюстраторе одни и те же вещи, что 10 вещей вы сделали одинаковых, 11, а будет точно такая же. Если вы действительно хотите получить от курса максимум от этого челленджа, это значит, что вы хотите сделать что-то, что не похоже на то, что вы делаете обычно. Для того, чтобы сделать что-то, что вы не делаете обычно, вам нужно сменить инструмент. Это самый легкий способ. Поэтому вы берете кисти, тушь или маркер или берете ножницы и бумагу. Кстати, вообще аппликация это очень круто. Советую. И делаете какие-то штуки, которые вы потом условно сфотаете на телефон или отсканируете и засунете уже в фотошоп, обработаете и получите фотографическую историю. То, что вы будете делать, должно вас вдохновлять вы должны чувствовать некий отрыв от обыденности. Поэтому чем более дурацкий инструмент вы выберете, тем лучше. Но, естественно, вам никуда не уйти. Это я в заданиях прописал, где используются наборные шрифты и, естественно, вы их делаете в фотошопе, в иммустраторе, выбираете. Очень важное ограничение, чтобы вы не сильно уж расползались по всему бесконечному выбору шрифтов. я рекомендую вам использовать шрифты Google Fonts. Это условия задания. Вы можете использовать кириллицу, латинницу, как хотите. Какие используются инструменты для выполнения? Только что ответил. Будет ли запись? Конечно, будет запись. Так, задание появится у тех, кто в челлендже. Да, те, кто в челлендже, имеют доступ к личному кабинету, соответственно, чтобы быть в рамках, то есть, получать обратную связь, выполнять задания, получать эти задания. Вам нужно заплатить денежку и быть в записанном. Если вы этого не сделали, я предлагаю вам, уже не сильно надеяться, но попробуйте написать в администрацию в ВДА и в Мауре. Хотя у вас и так очень много, я уже не знаю, вынесу ли я еще больше людей. Так, а есть канадский дизайн? Живу в Канаде. Так, по поводу канадского дизайна. Есть отличный сайт, который называется Canada Modern. Вбивайте в гугле, находите. Это коллекция дизайнов канадских модернистов. Вот прям отличный вопрос. У канадских модернистов очень крутая школа. Вообще, как бы, модернизм очень сильно прижился в США. По простой причине США это родина больших корпораций, международных корпораций. И для них этот язык дизайна очень хорошо подходил. Канада рядом, и там, в общем-то, тоже все хорошо присутствовало. В Канаде очень сильно развита условно эта школа. И на этом сайте, напоминаю, Канада Modern, вы можете найти кучу примеров. Я советую, если вас вообще интересует тема швейцарской школы, чтобы понять, как это делается, дизайны эти выглядят очень понятными. Бери шрифты, там, фигачи, одни больше, другую меньше, переверни что-нибудь на бок, ой, тебе канадский, ой, в смысле, швейцарская школа дизайна. Но я вам настоятельно советую взять и скопировать пару-тройку работ, и вы поймете, что вы далеко не все поняли. И, ну, изначально. Но, там, то, как строятся сетки, как используются шрифты, вам станет понятнее. Восемь. Я давно, давно я так не отпускала себя и получала такое удовольствие космического размера моей богатарности в Юго. Блин, вам тоже спасибо, ребят. Я, пускай как-то через экран, но все равно чувствую, что мы все с вами вместе думаем о чем-то одном. Так. В обучении, в тренингах. Так. Ребят, все, кто купил курс и кто не получил доступ к кабинету, пишите администраторам ВДА и вы получите ответ. Расскажите про прошлый поток. Что было интересно, кто себя как проявил? На самом деле, неплохой вопрос. Что хорошего, я хочу, чтобы повторилось из прошлого потока. В прошлом потоке ребята очень сильно словили вот этот энтузиазм, да, того, что можно пробовать что-то новое. И этот восторг, он как-то и перешел на меня. То есть, настолько были сильные эмоции. Это очень круто. На прошлом челлендже мы делали постер для международного конкурса плаката в... нет, сейчас пытаюсь вспомнить, как называется страна. В общем, остров, который находится в Средиземном море рядом с Турцией. Наполовину турецкий остров, наполовину того, как бы, острова государства. И вот там для этого конкурса был определен набор тем, мы их делали, ребята сами подбирали темы и очень большую работу сделали именно креативную. Они обмеливались идеями и они придумывали разные штуки, делились, пробовали. Это была очень крутая работа для всех. Самое главное, что вас ждет то же самое. мы тоже сделали, подобрали только новый конкурс по дизайну, тоже международный. Там очень интересная тема, но все по порядку. Давайте закончим с этими небольшими нашими квадратиками, композициями и вы получите доступ к заданию, узнаете все, обменяетесь идеями, вы будете командно поработать, перевести этот сайт, перевести задание, все ограничения, которые там есть, разобрать тему. Готовьтесь, это реально большая работа мозгами. Так. Так, ребята, Егор, что у меня будет по истории советского плаката? Или, может быть, расскажешь, где почитать про это? Надо сказать, что советский плакат это очень специфическая тема. Советский плакат существует, существовал в очень ограниченных условиях, как мы сегодня уже это обсудили, и очень был пропитан идеологией. То есть, то, каким будет плакат, условно, диктовалось сверху. Естественно, были новаторы, люди, которые прорывали это, некоторые укладывались в рамках конъюнктуры, некоторые нет. Те, кто укладывались, они продолжали свое творчество, становились законодателями, условно, моды на дизайн в Советском Союзе. Те, кто не укладывались, становились аутсайдерами и не попадали вообще в поле общественного внимания. Советский плакат это такое искусство в клетке. и вы должны это понимать. Поэтому, в рамках этого курса, нам советский плакат настолько интересен. Советский плакат интересен, если вам как явление, то я советую вам ознакомиться с ним самостоятельно и попробовать проанализировать, почему он такой. И вот поставьте перед собой вопросы, почему он выглядит так, кто был новаторами, в какую сторону двигался, там, от десятилетия к десятилетию, какими шагами. И я думаю, что вы станете очень прокачаны на этой теме и сможете это использовать в работе. Если говорить о Советском Союзе еще, то все-таки в Советском Союзе были периоды, когда творчество становилось чуть более доступным. И это эпоха оттепеля. Это 70-е годы, 60-е, 70-е. Вот. И оттепель отмечена такими яркими явлениями, как, например, книжная обложка. Книжная обложка в Советском Союзе в 60-е годы это определенный стиль, это определенная веха, которая запомнилась до сих пор, особенно тем, кто следит и изучает советский дизайн. Если вам интересен советский дизайн, обязательно почитайте Кричевского, обязательно поизучайте, мне кажется, вы очень сильно вдохновитесь. Еще вопросы? Копировать чужое это честно, смотря что вы имеете ввиду подкопировать. Если вы имеете ввиду скопировать работу целиком и форму, и смысл, то боюсь, что это не совсем честно, потому что, ну, собственно, вы просто скопировали. Тут вы самовыражаетесь только как человек, который умеет хорошо скопировать, в лучшем случае. Если мы говорим о том, чтобы украсть у кого-то идею графическую, или, например, украсть у кого-то метафору, но ее по-своему оформить, то это вполне себе естественный процесс. Почему? Потому что, в принципе, мы, как общество, как культура, развиваемся только потому, что у нас есть фундамент из предыдущего опыта, опыта предыдущих поколений. Мы всегда воруем. Мы никогда не начинаем с чистого листа. То, что вы, творческий человек, и поэтому должны делать уникальные вещи, это ваша иллюзия. Во-первых, вы ничего уникального не сделаете. А во-вторых, во-вторых, вы в любом случае скорее проиграете. То есть, вы не только не сделаете ничего уникального, вы еще и будете гораздо медленнее развиваться, чем ваши коллеги, которые правильно умеют копировать. К тому же, история искусства состоит из постоянных обращений к предыдущим авторам, к каким-то рифмам с прошлыми работами, с заимствованиями, к цитированию и тому подобное. То есть, грамотно процитировать чужую работу это очень редкое умение, поэтому это очень путанно. можно присоединиться в курсе сейчас, не знаю, ребят. Короче, что я от вас хочу? Еще раз, последний, самый главный месседж. Меньше думаем, больше делаем. Количество равно качество. Отметаем предрассудки и не боимся сделать глупую вещь. И ставим перед собой действительно амбициозные цели, а именно прокачаться, сделать что-то, что похоже на работы ваших любимых авторов. Не с точки зрения скопирования, а с точки зрения стать с ними в один ряд. это амбициозная задача, и я считаю, что если вы осмелитесь на нее, то вы абсолютно не проиграете. Может быть, вы до них и не дотянетесь по уровню, да, в этом нет ничего удивительного. Вы новички, а они там, скорее всего, какие-то маститы профессионалы. Но абсолютно точно вы сделаете там вместо одного шага два шага вперед, перепрыгнете через лесенку. И вот это самая главная задача этого челленджа. перепрыгивать через лесенку. Ребят, у вас очень четкие дедлайны. Все, кто пропускает, начинается снежный ком, вы не будете успевать. Поэтому поработайте, присылайте вовремя, и я надеюсь, что у нас все получится. Я надеюсь, что после этого потока я буду таким же довольным, как и после первого. А он меня очень вдохновил. Все, всем спасибо. До встречи. Увидимся завтра.